Всем привет, друзья! С вами оружейный магазин MaxGun и YouTube канал MaxGun. Сегодня у нас пойдет речь о тепловизионном прицеле от компании Arcon, модель Alpha HT50. 50 это значит 50-я линза, HT это значит 640-я матрица. Таким вот образом выглядит сам прицел. Довольно-таки маленький, легкий для 50-й линзы. Кронштейн идет, отдельно продается, в комплекте не идет. И аккумуляторы идут тоже в комплекте. 4 штуки размером CR123. Вот такие вот. Сегодняшняя наша задача... Вот так вот они меняются. Сегодняшняя наша задача пристрелять этот прицел, ну и показать, как он вообще держит отдачу, да, то есть и как вообще он строит. Калибр у нас сегодня 308-й, карабин Steyrman Lecher. Ну что, друзья, пробуем. Перейдем к стрельбе. Ну что, поехали. Итак, друзья, как правильно привести быстро к бою оружие и поправить прицел. То есть наводим стволом, это называется холодная пристрелка. Стволом навели на мишень, мы видим нашу грудную мишень. Дальше мы начинаем поправлять перекрестие на саму мишень на нашем прицеле. То есть совместили, получается, ствол с мишенью. И также совмещаем прицельную сетку с мишенью. И, в принципе, так будет у нас холодная пристрелка. Всё, пробуем совместить. Запись я не могу включить, чтобы вам показать в меню. Сохранить изменения. Наша задача, значит, ещё раз говорю, совмещаем ствол с мишенью. Прямо посмотрим через ствол. Всё, вот у нас, видать, мишень наша зелёная. У нас грудная мишень сейчас на дистанции 100 метров. И то же самое мы видим в нашу оптику эту мишень. Мы также её совмещаем. Всё, в принципе, здесь всё очень просто. Далее производим выстрел и смотрим наше попадание. Мы должны хотя бы зацепиться за эту мишень, чтобы нам проще было скорректировать в дальнейшем нашу оптику тепловизионную. Так как прицелы цифровые, надо понимать, что здесь вся работа идёт не барабанами, а кнопками. Ну, пробуем сделать выстрел. И пробуем что-то увидеть на мишени. Так, прицел может менять кратность. Так как мишень далековато у нас на дистанции 100 метров, я бы поменял кратность на более высокую. Чтобы мне было лучше видно эту мишень. Итак, кратность у нас 4. Пробуем. Всё равно нам ничего не видно, куда мы попали. Я останавливаю запись. А, вижу, куда попал. Значит, есть сразу мишень. Уже проще. Попадание у нас... Сейчас я попробую включить запись и войти в меню. Я вывел сейчас карабин в центр, куда мы целились с вами. И далее я делаю поправку. Ой, не сюда. Мне нужно наверх поднять. Вот я попал вправо в верхний угол. Ну, вот, в общем, нужно вот это корректировать. Мне просто через телефон действительно не очень удобно видно. Я сейчас делаю это без телефона, потому что мне очень плохо видно. То есть мы должны попасть сюда. Так, не сюда, а вот сюда. Я веду. И у нас получается вот наше попадание вот здесь вот получается. Вот. Так, чуть ниже. Вот таким образом. Всё, нажимаем кнопку «Сохранить». И у нас всё сохраняется. Удерживаем кнопку центральную. Всё, мы переходим обратно в меню. Здесь мы тоже удерживаем кнопку. Мы можем дальше стрелять, продолжать. Давайте будем дальше продолжать стрелять. И посмотрим, куда мы попали. Должны попасть уже в центр мишени. Дальше уже более точно подведём. Друзья, всё, пробуем. Значит, делаем выстрел в центр мишени. И проверяем, куда у нас прилетят пули. Пуля попадёт. Так. Так, уже вот близко, значит. Нам осталось подвести пулю влево немножко, сместить. Сантиметров пять. Сейчас мы сделали крайнюю подводку. По одной пуле ещё. Я сейчас сделаю два выстрела. И мы, так сказать, уже смотрим. Так, стрелять я буду по другой мишени. Находится она вот здесь вот вверху, с левой стороны. Вот. И делаю, значит, серию из двух выстрелов. Ну, в принципе, для тепловизора будет это достаточно. Мне эта мишень очень хорошо видно. Вот она. Ну, и вам её будет видно сейчас на камере, на самом прицеле. Давайте осуществляем, значит, два выстрела. И делаем ещё один выстрел. Готово. Теперь смотрим в бинокль, куда мы попали. Две выше. Чуть-чуть пролетело. Так. Итак, друзья, пробуем сейчас сделать выстрел по маленькому гонгу. И немножечко об Арконе. О компании Аркон. Вообще, компания Аркон – это вообще как бы наше российское производство считается. То есть, понятно, что комплектующие многие здесь Китай. Сборка Китай, но заказ вроде наш как. То есть, единственная компания у нас их завозит, импортирует. Ну, и по заказу производства Аркон делают. Так что гарантия на эти приборы и запчасти проблем 100% нету. Потому что у нас нет здесь никакой путаницы. И импортеры у нас только одни. Вот. Мы являемся... Наш магазин MaxGun является официальным дилером компании Аркон. Так что при заказе в нашем магазине данного прицела у нас предусмотрены для подписчиков YouTube-канала предусмотрены скидки. Друзья, давайте сейчас вот мы попробовали, значит, мы пристреляли этот прицел, поправили уже и пробуем стрелять уже по маленькому гонгу. Гонг у нас вот очень он маленький, он где-то в районе 7 сантиметров. То, что очень удобно, да, цифровые вот эти все приборы, они могут записывать видеозапись. Вот, например, вы охотитесь на охоте, и можете завпечатлить свой выстрел, свой трофей, добытого трофея. Ну, смотрим. Гонг, маленький гонг. Не, не подвел я, значит, точно прицел. Да, он у меня опять ушел правее и выше. И так, друзья, вот наша мишень, целились мы в нее, она очень теплая на солнце. Я, вот, последние два выстрела было вот здесь, да, у нас. Я прямо в одну точку целился, вот сюда мы попали. Вот они, два попадания. Наша задача сейчас совместить, то есть, сантиметров 7 опустить, точнее, поднять пулю, и влево пулю убрать, ну, на полтора сантиметра. Все, то есть, и мы должны вот сюда попасть уже следующим выстрелом. Ну, что, будем пробовать? Проверочный выстрел финальный. Друзья, последний делаем крайний выстрел по мишене, потом по гонгам. Запись, зум, чтобы удобно было стрелять. Зум здесь, смотрите, ну, такой, довольно-таки, да, восьмикратник. Довольно удобно. Ствол у нас уже, кстати говоря, нагревается. Ну, ладно. Делаем еще выстрел, потом делаем серию по гонгам. Есть. Итак, друзья, вот были первые наши выстрелы, когда мы подходили к мишени. Я подвел, почему тут у меня попал сюда, потом я еще раз подвел, и один клик я сделал, то есть, выше. Вот. Ну, это, возможно, то, что мишень вот эта вот черная очень теплая, она прямо вот, ее видно, что она большая. Мне очень трудно выбрать центр, да, то есть, и сделать какую-то четкую группу. Даже на гонгах эта группа была лучше, да, то есть, в любом случае, потому что хотя бы гонги лучше видно. Ну, все равно, как бы, вот мы прицел подвели, все, дальше продолжаем работать по гонгам. Гонги видно лучше. Итак, друзья, гонг, дистанция 100 метров. Маленький гонг 7 сантиметров. Пробуем попасть. Прицел у нас Arcon Alpha HT 50-й. Видим мы этот гонг хорошо, на солнце он нагрелся. Делаем выстрел. Есть попадание. Переходим на гонг на дистанции 200 метров. Вот он у нас. Падение пули у нас будет 10 сантиметров, небольшое, так что я беру такое небольшое возвышение и стреляю по гонгу на дистанции 200 метров. Есть попадание. Есть попадание. Ну и давайте делаем еще один выстрел в гонг на эту дистанцию. Ну и на этом все. Есть попадание. 308-й калибр. Падение у нас небольшое на этой дистанции. Итак, друзья, сейчас мы с вами быстро пробежимся по меню. Это у нас настройка батарейки. Здесь мы убираем вольтаж аккумулятора. Это у нас Wi-Fi. Подключить к каким-то устройствам, к мобильным. Здесь у нас контрастность. То есть мы ее меняем, у нас меняется контрастность. Оставим на тройке. Это у нас яркость. То есть тут мы меняем яркость самого дисплея. Ну вот, наши мишеньки. То есть телефон, конечно, тяжело это дело показать. Но ладно, я покажу вам. Предзапись. Так, это если мы нажимаем теперь один раз кнопку, то у нас просто будет идти запись, а не фотография. Ну а ставим по привычке, чтобы нажимать и удерживать кнопку. Это у нас картинка в картинке. Это у нас выбор профиля. Профиль B сейчас стоит. Бывает профиль C. Довольно-таки, кстати, много профилей. Это у нас сама пристрелка. Выбираем дистанцию. Это у нас калибровка. Автоматическая, принудительная. То есть мы можем ее включить, чтобы она калибровалась принудительно от нажатия нашей кнопки. Просто калибровку мы нажимаем, он сразу нам калибрует. А это у нас вот как раз выбор автоматической калибровки, либо принудительной. CVS, я не знаю, честно говоря, что это такое. Коррекция битых пикселей, понятно. Автовыключение. Если мы не трогаем прибор. Защита от прожога. Ну, какая-то дополнительная защита стоит. Информация о приборе. Сброс настроек. Выбор языка. Установка даты и времени. ОСД, я не знаю, что это такое. Так, отслеживание. Высокая температура. Это точки. То есть, если мы ее включаем, то у нас, получается, прибор начинает искать самые... И показывать. Вот он на экране. Видите? Самые горячие точки он начинает вам показывать. Мы ее выключим. И это звук. Можно здесь еще и звук включить на приборе. Ну и все, в принципе, по настройкам. У нас вот такой несложный процесс настройки. Итак, друзья. Кнопки здесь, в принципе, все очень просто. Смотрите. Кнопка включения и выключения прибора. Кнопка входа в меню. Это центральная. Здесь у нас фото либо видеозапись. Здесь у нас кратность. Либо удержанием этой кнопки. Не кратность. А мы меняем с вами профили. Профили. То есть, что мне понравилось в пристрелке? Когда мы заходим в пристрелку, через меню, через большое меню, у нас XY, Y у нас щелкается этими кнопками, X у нас щелкается этими. То есть, очень удобно. Вверх, вниз мы работаем этими кнопками. Право, влево мы работаем этими кнопками. И нам не нужно переключать там на X, на Y. Вот это, кстати, удобно на этом прицеле сделано. То есть, мы сразу прям заходим в пристрелку и начинаем вверх, вниз, вправо, влево. То есть, вот этими кнопками работать. Потому что обычно на прицелах идёт, что переключаешь X и Y, и одними кнопками работаешь. Ну, в принципе, всё, друзья, по управлению. Опять же, вот здесь у нас для пауэрбанка ТЭПСИ, то есть такой разъём ТЭПСИ, можно сюда подключить пауэрбанк, если не будет хватать аккумуляторов. Но целый день мы сегодня на аккумуляторах на этих работаем, и, кстати, их хватает довольно-таки долго. Ну и всё, в принципе, по прибору, наверное, всё. Здесь у нас диоптрия, отстройка от глаза, здесь у нас отстройка резкости. Ну, больше нечего тут добавить, ну и здесь аккумулятор я уже показывал. Кронштейн идёт не в комплекте. Болты на кронштейне, кстати говоря, довольно-таки неплохие, очень толстые и здоровые. Ну и здесь тоже под ключ 12-й, здесь под 4-й номер шестигранника. Ну и всё. Ну, крышка совершенно простая, то есть просто защёлкивается, конечно, громко. Производителю бы подумать о крышке. То есть, в принципе, ну, всё равно звук какой-то будет от съёмки. Я бы сделал бы на магните её. Её будет легче снимать. Вот эту вот крышку. Вот так вот. Ну, она вешается, правда, здесь как бы ничего. Но она громкая. То есть, даже при закрывании ничего страшного, при открывании она создаёт щелчок. То есть, производителю надо задуматься о этой крышке. Ну, а так всё, друзья. По прицелу всё. Итак, друзья. Оптика от компании Arcon. Ну, в принципе, мы видим, она работает. Я немножечко, конечно, впервые, да. То есть, у меня на нашем канале эти прицелы, да. То есть, мы особо в них ещё не разбираемся. Вот. Но, в принципе, суть понятна. Пристрелка. То есть, мы пристреляли. Дистанция 100-200 метров. К сожалению, дальше у нас дистанции нет. Я думаю, он также отработает. Вот. Прицелы, в принципе, эти заявленные характеристики на них до 6000 джоулей. То есть, 308-й калибр они будут держать в любом случае. Также, я думаю, их можно ставить на Lancaster. Будут держать эту отдачу. Вот. Всё, что мне понравилось в этом прицеле, да. То есть, в принципе, неплохая картинка мы получаем, да. Цена. Цена и качество, да. То есть, действительно, очень даже неплохо, да. То есть, цена этого прицела на данный момент там 251 тысячу. То есть, мы получаем 50-ю линзу на 640-й матрице. Ну, как бы, очень даже конкурентно способная оптика. Вот. Она работает. То есть, при приобретении в нашем магазине вы, опять же, получаете, как от дилера, официального дилера, гарантию 2 года. Оптику, в принципе, можно использовать на любых охотах ночных. Это там охота на реву, это охота на кабана, охота на косулю, да. То есть, у нас тепловизоры, охота на хищника обязательно, да. То есть, никаких запретов у нас нету. Но, опять же, не забываем, днем мы оптику тепловизионную использовать не имеем права. По законодательству, по охоте только ночью. Все световые приборы и тепловизоры используются только в ночное время суток. Друзья, я с вами прощаюсь. Заказывайте, переходите на наш сайт maxgun.ru. У нас сейчас будут добавляться эти прицелы от компании Arcon. Опять же, хочу напомнить, что подписчикам YouTube-канала у нас предусмотрены скидки. Ну, а я жду ваших звонков. Всем пока и подписывайтесь на наш канал. Счастливо! Продолжение следует...